Дмитрий Иванович Менделеев – гениальный русский ученый, профессор, член Академии наук, обладатель энциклопедических знаний по химии, физике, географии, экономике и ряду других наук. Мало кто знает, но Менделеев в одно время занимался агрономией и сельским хозяйством и даже поднимался на несколько километров воздух на воздушном шаре, чтобы исследовать солнечную корону. Однако всему миру он известен в первую очередь как химик, а также изобретатель периодической системы химических элементов. Именно эта таблица стала одним из ключевых открытий для всей современной науки, приоткрыв завесу тайны над законами природы. Спустя 150 лет Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год годом одноименной таблицы, а съемочная группа 8 канала выдвинулась в школу естественных наук при ДВФУ, чтобы пообщаться с нашими местными современными химиками. Такие события просто так не случаются. Почему во всем мире текущий год называется или посвященный каким-то событиям такому? Более 150 различных международных научных организаций обратились в ООН непосредственно с просьбой, с такой инициативой создать вот такую возможность, чтобы 2019 год был обозначен как год 150-летия таблицы Менделеева. Цель такой инициативы – повышение осведомленности мировой общественности о науках и расширение образования в этой области. По мнению авторов проекта, посвящение года таблицы Менделеева должно повысить качество повседневной жизни и способствовать будущим научным достижениям. Фигура самого русского химика со временем стала объектом многочисленных мифов и легенд. Одна из самых популярных гласит, что периодический закон Дмитрий Иванович открыл во сне. Что же думают об этом современные деятели науки и образования ДВФУ? Ну, так эти вот мифы относительно того, что он периодическую таблицу создал во сне, о том, что он там был основоположником российской водки. И вообще любые мифы, они же идут от кого? От персоны. Вот есть вещи, которые мы встречаем и сталкиваемся уже с детства. Вот Дмитрий Иванович Менделеев тоже был с нами с детства. Почему? Потому что когда мы входим в химический факультет, в химический класс в школе, мы видим таблицу Менделеева. Это уже просто в осязательном порядке. Это его портрет, естественно. Сегодняшние студенты, как и завтрашние аспиранты, кандидаты наукой первооткрыватели, трудятся в лабораторном корпусе ДВФУ. Как говорят сами химики, здесь есть почти все, что нужно для исследований и продуктивной научной работы. Мы проводим научные исследования. Исследуем очень маленькие частицы. Их обычно называют наночастицы, очень используемое слово. Исследуем, как они влияют на живые организмы, как они распространяются в материалах, их свойства. Мы здесь не отстаем. В том числе можно отметить, что благодаря тому, что мы находимся на берегу океана, превалируют морские тематики, поскольку нам легко получить как ресурс. То есть где-то нет такого. К таким исследованиям в частности относится и кинохром. В прошлом году о свойствах этого пигмента, получаемого из морских ежей, гремели федеральные СМИ. Приморские ученые тогда изобрели на его основе эффективные лекарства. Ну а сама таблица Менделеева спустя 150 лет продолжает пополняться все новыми элементами. Сегодня их создают искусственно, многие из них крайне нестабильны. То есть существуют до распада буквально доли секунды и стоят гораздо дороже золота. Об искусственном создании которого так упорно мечтали алхимики. А периодический закон химических элементов и сегодня помогает раскрывать ученым тайны вещества. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.